МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Заболеваемость населения, в том числе детей, в эпидсезон всегда имеет место быть. Потому что эпидсезон, как правило, начинается с ноября месяца и заканчивается в марте-апреле. И поэтому в этот период регистрируется подъем заболеваемости. Острыми респираторными заболеваниями, инфекциями, в том числе и у детей. А частота зависит, конечно, от циркулирующих инфекционных агентов, вирусов и бактерий, которые вызывают заболевания. На данный момент Ростовской области какова ситуация с этим у детей именно? У детей не превышен эпидемический порог заболеваемости, респираторными заболеваниями и гриппом. Это очень хорошо. Это свидетельствует о том, что в этом году прививочная кампания дала свои плоды. Дети, опять же, где чаще всего заболевают? Видимо, скопление людей. В садике, возможно, торговые центры, если куда-то ведут. Или как? Где больше шанс получить заболевание? Конечно, шанс заболеть высок у тех, кто посещает детский коллектив или, конечно же, посещает те организации, где есть скопление людей. Это может быть и транспорт общественный, это может быть и театры, там может быть торговые центры, ну и, естественно, детские сады и школы. Поэтому источником инфекции является больной человек. При кашле и чихании он передает вирусы в окружающую среду. С жидкостями, да, так скажем? Ну да, конечно, со слюной, это естественно. При чихании, частичками слизи. И, естественно, восприимчивый человек, который ранее не встречался с этими вирусами или бактериями, заболеет. Особенно, если он достаточно близко находится от кашляющего, чихающего человека. А близко, это вот около метра полутора. То есть, видишь кашляющего, чихающего, отойти больше метра. Да, кашляющему, чихающему нужно помнить о респираторном этикете. Ему нужно носить с собой платочек и постараться, конечно, чихать и кашлять в платочек. Скажите, такой, не знаю, миф, не миф, говорят. Маска, она помогает вообще, так скажем, хотя бы чуть-чуть ограничить? Помогает. Если в эпидемический период посещать какие-то учреждения, там, где будет скопление людей, то, конечно, маска может помочь. Но я хочу сказать, что остаются прикрытые слизистой маской, а это глаза, например. Они тоже могут воспринимать вирусы, бактерии, которые поступают в органы человека и точно так же могут размножаться. Но в любом случае маска – это один из элементов защиты и имеет право на существование. А переносчик самого заболевания, он должен носить маску или нет? Вы знаете, переносчику заболевания лучше всего при первых симптомах заболевания остаться дома. Понятно, никуда не ходить вообще. Постильный режим, да, ему показан, и необходимо вызвать врача для того, чтобы определиться с тем, что ему дальше делать, каким образом лечиться. И, возможно, ему нужно будет какое-то время оставаться дома для того, чтобы не распространять инфекцию в окружающую среду и не заражать восприимчивых людей, которые не встречались с этой инфекцией в данном году. И если человек заболел уже этой инфекцией, то он второй раз, вот именно этой инфекцией, он второй раз не заболеет уже, вот вы говорите. Вы знаете, есть некоторые вирусы, актуальность которых заболевания только вот на этот период. Например, вирус гриппа. Всего вирусов гриппа зарегистрировано более двух тысяч вирусов гриппа. Разнообразные. Да. И поэтому их сочетание каждый год меняется. И таким образом, человек, который встретил вирусы гриппа вот в этом году, например, был свиной грипп, гонконговский грипп, грипп типа B, то на следующий год может быть другое сочетание вирусов типа А, птичий, например, будет грипп, и какой-то другой грипп типа B. И поэтому, конечно, он может заболеть на следующий год гриппом именно. Другими респираторными инфекциями они имеют цикличность заболеваемости. И поэтому, как правило, цикличность от двух до семи лет, может быть, подъемы эпидемические через два года-семь лет. Определёнными. Да. И тут ещё важно то, что люди, которые переболели этим вирусом, они уже становятся старше. И на их смену приходят те, которые ещё не встречались. И поэтому цикличность связана ещё с этим моментом. Во-первых, меняется антигенный тип вирусов. Во-вторых, меняется восприимчивое население. Изменяется количество восприимчивого населения. И таким образом характерна для вирусных инфекций цикличность. Это важно. А тёплая погода по всему миру, даже не только в Российском, по всему миру, как-то влияет на распространение вирусов? Знаете, вообще вирусы сохраняют свою жизнеспособность и устойчивость. При температурах от плюс пяти до минус пяти. И поэтому мы сейчас как раз находимся в такой среде. У нас примерно в таком диапазоне температур, при котором они жизнеспособными остаются. Но это не значит, что если поднимется температура до минус двадцати или десяти, или повысится, то не будут регистрироваться заболевания респираторными инфекциями. Просто меньше шансов, да? Конечно же, будут. Температурный режим действительно сейчас характерен для того, чтобы инфицироваться и переболеть большому количеству народа. На улице или в помещении больше вариантов заболеть? Ну, конечно, в помещении. Конечно, в помещении, там, где есть скучность людей. В связи с этим гулять полезнее? Ну, больше гулять нужно сейчас или все-таки как бы дома? Если заболел, то дома. Если еще не заболел, то гулять лучше или как правильнее? Вы знаете, здесь, конечно, вы уже затронули неспецифическую профилактику вообще заболеваний, в том числе поражающих респираторный тракт, то есть вызывающих кашель, насморк, да, температуру. Конечно, в эпидсезон гулять очень полезно, как, в общем-то, и в любое время года. Прогулки важны, особенно для детей, потому что, конечно, на детей падает большая нагрузка, как в садике, так и в школе, особенно учебный процесс. Поэтому гулять нужно необходимо хотя бы час-полтора в день. Это уже, конечно, решают родители, но это правильно. Проветривание дома необходимо устроить. Я так думаю, что влажную уборку — это важно. Мыть руки обязательно достаточно часто после посещения туалета, перед едой и после еды, после посещения общественных мест. Это очень важно для профилактики распространения инфекции. Еще какие есть профилактические такие вещи? Вот вы сказали, назвали несколько, так скажем. Ну, может быть, не знаю, может быть, какие-то препараты или препараты не нужны для профилактики инфекции. То есть вот как себя уберечь? Для профилактики инфекции, особенно вирусных инфекций, в общем-то, средств не существует. Но если человек заболел, то только врач может решить, какой препарат лекарственный ему можно назначить. Самолечением я заниматься не рекомендую никому, ни взрослым, ни детям. Это может привести к осложнениям течения заболевания и даже к летальным исходам. Прививки. Когда их нужно делать? Миф это или не миф, что русские прививки, там нерусские прививки, вот этот вот спор, да, вечный спор. И детям до какого возраста какие прививки возможны, да? То есть вот возрастные какие-то ограничения, возможно, есть или не существуют? Вакцинация детского населения и взрослого тоже определена национальным календарем профилактических прививок. В каждой стране есть национальный календарь. У нас в национальном календаре 13 вакцин, которые используются для детей и которые поставляются к нам из Минздрава России за счет федерального бюджета закупаются. И поэтому прививки очень важны для детей. Вакцина-профилактика насчитывает более 80 лет в рамках национальных календарей. А вообще проводится примерно 17 века. Тогда она так не называлась, называлась по-другому немножко. Поэтому вакцинация важна, потому что она предупреждает развитие заболеваний, которые являются смертельными. Такие как дифтерия, полимейлит. От коклюша не всегда умирают, но умирают. Такие как грипп, корь, краснуха, эпидемический паратит. Это очень важно. И я хочу сказать родителям, что вакцина-профилактика — это не миф. Она предупреждает развитие смертельных заболеваний. И в этой связи хотелось бы вспомнить начало 90-х годов, когда были массовые отказы от вакцинации против дифтерии. И мы вернулись в 30-е годы, когда заболеваемость выросла в тысячи раз. И смертность в сотни раз увеличилась. В средние века, по сути дела. Да. Поэтому нужно помнить о том, что здоровье ребёнка и своё здоровье нужно всегда беречь. Для этого нужно найти контакт со своим лечащим врачом и обсуждать все эти вопросы с ним. Потому что там очень много нюансов, когда прививаться, какую вакцину лучше использовать для прививки, каким образом это лучше сделать. Я думаю, это очень важно для того, чтобы беречь своё здоровье и здоровье своего ребёнка. А прививают малышей, я так понимаю, прямо с роддома, начиная от роддома, да, разными вакцинами? Да. Первую вакцинацию ребёнок получает в роддоме. Это вакцина против туберкулёза и вакцина против гепатита B. И рекомендую обязательно вакцинации эти проводить, потому что туберкулёз в последнее время поднимает голову. И нужно сказать, что привитые от туберкулёза, если даже заболевают, то заболевание протекает проще. Проще, да. Могу сказать, что просто, но проще. Но проще, да. Детям, ну знаю, что много прививок, вот даже по своему ребёнку знаю, что много прививок делают всегда, да, то есть рекомендовано. Взрослым, у взрослых отличается этот календарь прививок? То есть это уже не обязательно или всё-таки нужно? У взрослых есть обязательная вакцинация и есть по эпидемическим показаниям, так же, как и у детей. То есть если возникает угроза распространения какой-либо инфекции, то необходимо, значит, вакцинировать и детей, и взрослых. Это называется по эпидемическим показаниям. А взрослых, от чего вакцинируют в основном? Тоже грипп? Ну, грипп в основном, да? Нет, там тоже достаточно много. Ну, в основном, конечно, да. Но там тоже есть свои нюансы. Ну и, наверное, последний вопрос. Когда нам ждать окончания вот этого сезона, да, эпидсезона, когда опасного сезона? Когда нам ждать окончания? Как правило, эпидемический сезон заканчивается в марте. В апреле ещё иногда бывает небольшой хвостик эпидемического сезона. И, в общем-то, уже, конечно, к концу апреля эпидемический сезон завершается. То есть после конца апреля можно ничего не понять? Это зависит тоже от погодных условий, от вирулентности того вируса, который вызывает заболевания, то есть от восприимчивости людей к этому вирусу. И вот такая ситуация. Спасибо вам большое за интересный, надеюсь, многим полезный разговор. Спасибо большое. Пожалуйста. Это была программа «Что волнует» на телеканале Дон-24. Меня зовут Иван Полехин. Увидимся.